Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня в виртуальной студии находится Андрей Новиков и Алексей Орлов. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Алексей! Здравия всем, кто нас слушает, видит и чувствует. А раз 8 августа 2018 года среда на календарике, то в этом случае мы начинаем живой эфир, как у нас и запланировано, который будет называться так. Как рождается атом? Как всегда, я даю возможность сначала автору-сказителю эту тему раскрыть. После того, как тема будет раскрыта, мы перейдем ко второй части обсуждения этой темы и взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах Народного Славянского Радио slavradio.org. Славрадио одно слово. Также на нашем канале в ютубе youtube.com.slavradio тоже одно слово. У нас на сайте это чат-беседка, ну а в ютубе это тот чат, в котором есть возможность писать ваши реплики, которые размещаются рядом с видео. Итак, пожалуйста, Андрей, приступай, я отхожу в сторонку и буду с вниманием большим слушать твой рассказ «Как рождается атом». Еще раз здравия всем. Тема сегодня сложная и прежде всего хочется объяснить, почему такой человек, как я, взялся за эту тему. Мы все считаем, что такие темы должны нам рассказывать физики. Либо те люди, которые каким-то образом в своей научной деятельности касаются всех взаимосвязей и всех проявлений атома. Но мы забываем многие вещи, что родовое освоение мира, оно порой многие научные вещи намного глубже и намного чувственнее позволяет не просто понять, а позволяет вчувствоваться в этот материал. Чем же чувственное представление отличается от научного? Очень часто чувственное проще, понятней и где-то даже точнее в образах, чем те научные понятия, определения, еще хуже формулы. И когда мы смотрим на тот микромир, который есть вокруг нас вот этим взглядом, ну, по крайней мере, абсолютно большая часть из нас понимает, что совершенно не понимает в этом ничего и заниматься этим не хочет. И мы должны попробовать понять это вот с такой, я бы не сказал, что обывательской точки зрения, но, по крайней мере, с житейской. Потому что нас окружает все. Мы сами находимся в космосе. Земля – это такая планета, которая в нем летит. И мы окружены вот этим макро- и микромиром, и мы в нем живем, часто даже не подозревая об этом. И для того, чтобы понимать те процессы, которые происходят вокруг нас, мы должны каким-то образом знать, что такое микромир. И, в частности, большинство предметов, которые мы чувствуем, каким-то образом ощущаем, либо каким-то образом видим и понимаем, они созданы из атомов. И для того, чтобы понимать, почему наука нам не дает вот такого ясного, понятного образа, скорее всего, я думаю, потому что она его самого не понимает. И прежде всего это касается не потому, что его нет, а потому, что сегодня к науке, по крайней мере, у меня очень большие претензии. То есть многие люди, они, ну, каким-то образом, совершенно непонятным для меня, как-то отошли от науки. И вот разбирая эту тему, я бы хотел прежде всего сказать огромное спасибо вот тем людям, которые помогли мне разобраться вот с данным, с данной беседой. Вот вы видите их на экране. И я очень благодарен тем людям, которые просто на каких-то житейских понятиях объясняют понятия микромира, объясняют понятия атома и всего прочего. И приятно слушать, читать тех людей, которые спокойно, без всяких заумных вещей, рассказывают людям, что есть что. Хотя я уверен, что эти люди обладают не меньшим понятием определений, формулы и всего прочего. Почему так происходит? Ну, прежде всего, я считаю, что очень многие ученые как-то оторвались. И вот эта информация, она не доходит не только до простого обывателя, скажем, каким являюсь я. Она не доходит в школы, она не доходит в институты. И люди, ну, практически не знают ничего о том микромире, который нас окружает. И как-то давно я встретил одного военного, довольно серьезный военный, он служил во многих странах советником. И мы с ним начали спорить о том, почему какие-то войны выигрываются, а какие-то проигрываются. Как, допустим, вот я ему приводил пример. Холстингол наши выиграли довольно быстро и четко. А финскую войну так не смогли выиграть. Начало Великой Отечественной войны было совсем провальным. А окончание Великой Отечественной войны было, ну, на таком уровне, что вроде как наши самые лучшие войска и лучше всех воюют. Начало пошло с того, что примерно в одно и то же время случилась шестидневная война в Египте. И была война в Гитнаме. И он мне сказал такую вещь. Андрей, вот война во Вьетнаме, война на Холкинголе, окончание мировой войны. Там участвовали люди, которые знали, что они делают. А у арабов на западной границе в основном сидели люди, которые не своим умением, а за счет родителей, за счет того, что они могли хорошо подать себя, показаться. Они добыли себе место. И вот я сейчас думаю, что в науке точно так же добыли себе место. Поэтому, когда Израиль начал свою операцию, или когда финны начали операцию, или когда немцы ее начали, эти люди побежали. А те простые люди, которых послали там на Дальний Восток, во Вьетнам, те, которые приехали воевать, это были те люди, которые не показывали себя. Им не надо было себя показывать. И именно они выигрывали все войны. Сегодня наука – это точно такая же война. И эти знания, они должны быть понятны и должны быть перевариваемы людьми. Поэтому мы как-то оставляем ту культуру, которая была. Мы перестаем понимать, почему для людей, которые ходили на ножом с медведя, которые не боялись смерти, которые жертвовали собой ради своих детей, внуков, самым страшным было потерять ни знания, ни какую-то информацию, а было потерять душу. Вот то чувственное сроднение с миром, тот свой большой род, не тот, который они, собственно, сделали, а тот, который включал всё – Землю, Солнце, атом – всё. То есть потерять свою человечность. И в этом плане микромир и атом – это занимает совсем не последнее место. Итак, что известно нам про атом? Известен лик, известен как-то размер, известны какие-то свойства, какая-то внутренняя структура. Можно предположить, что атом – это такая антенна, которая приводится в движение всей совокупности волновых процессов, которые происходят во всём мире. И, собираясь вместе, образуя из себя какое-то тело, внутри этого тела атом рождает такую же активность, и это тело начинает проявлять свои отличные от каждого отдельного атома свойства. И эти свойства в разных средах, в разных местах, они различны. В вакууме одни, на земле они другие, под давлением они третьи. Те же светлячки на каком-то маленьком участке тела способны создавать свечение. Те же какие-то маленькие рыбки или скаты способны создавать электрический разряд. Это говорит о том, что проявления в организмах тех свойств, которые есть у атома, они обусловлены самими внутренними свойствами атома. теми, которые в них есть. И когда наука забрала к себе все понятия о микромире, то почему-то сейчас есть представление такое, что родовая культура об этом ничего не знала. Но сколько я разговаривал с людьми, всегда было ощущение, что человек прислушивается не только к тому, что есть снаружи его, вот то, что он видит, слышит, с чем как-то взаимодействует. Но и одним из самых главных вещей было прочувствовать себя внутри. как говорила бабушка, то есть в мире есть много частичек. Эти частички выходят из нас, входят в нас, эти частички ходят по миру и многое знают. и если их научиться в себе чувствовать, то можно многое узнать про мир, про себя, про ближайшее окружение, про те вещи, о которых ты не знаешь. То есть эти все вещи есть в нас через наши какие-то мельчайшие частички. И вот это родовое чувствование, оно я считаю, что гораздо богаче, чем вот те научные какие-то ну по большей части я бы сказал надувательства. Я прошу прощения перед теми исследователями, которые действительно занимаются исследованием, но большинство вещей о микромире это выдумки. И та система, которая есть сейчас в науке, та грантовая система, она дает еще больше выдумок. И разобраться с этим очень-очень сложно. И поэтому все, что идет о микро- и макромире, это то, что нельзя подтвердить какими-то реальными документами. А большинство из них невозможно подтвердить никакими исследованиями вообще. И поэтому я предлагаю какие-то вещи, попробовать почувствовать таким родовым чувствованием и просто здоровой человеческой логикой. Рассчитывая на то, что мир, природа, они все простые, они все сложены друг из друга, но все эти понятия, они перекликаются и свободно понимаемы нашим умом. И все, что сложно и непонятно, это вот то, что называли словом морока. То есть, это не просто выдумка, а это какая-то выдумка с целью для чего-то заморочить нам мозги. Итак, приступаем к самой теме атом. Прежде всего нужно сказать, что атом существо живое. И как любое живое существо, оно рождается. Рождается, развивается и умирает. Следовательно, в самом атоме есть какая-то внутренняя структура. И если мы не видим, что атомы рождаются вокруг нас, то есть, по крайней мере, исследования это не зафиксировали, то они рождаются где-то в каком-то определенном месте. В таком, что само рождение этих атомов мы не видим. Как, впрочем, наверное, и рождение вообще большинства живых вещей. То есть, ну, за редким исключением тех живых организмов, которые мы видим рядом. В основном мы видим крупных животных, птиц, даже многие не понимают, бывают ли голуби маленькими. И все мы это такие тела, которые хотя и имеют свои чувствования, свои свойства, но все эти тела и мы в том числе состоим из атомов. И атомы разные, то есть атом водорода совсем не похож на атом урана. Соответственно, и свойства у них абсолютно разные. Соответственно, и объединяются, и складываются они в большие тела совершенно по-разному. мы знаем четыре состояния атома. И эти состояния, они твердь, жидкость, газ, плазма или огонь. И многие люди, которые занимаются эфиром, ну, довольно бурно спорят о том, каково состояние эфира. то есть что это? Твердое тело, газ, жидкость, потому что многие его проявления, допустим, передача волн, они соответствуют какому-то состоянию атомарного вещества. Я думаю, что вот как раз эфир, он совершенно не похож на атомарное вещество. У него свои свойства, он по-другому объединяется, по-другому создает организмы. В том числе и создает атом. И когда мы смотрим, что такое атом, мы прежде всего обращаемся к тому, каково строение атома. Вот в данном случае у нас показано строение атома. То есть сама форма атома, она похожа на шар или такой многогранный кристалл. Мы понимаем, что атом это не просто такой шарик, который состоит из каких-то шариков и не просто какое-то существо, которое как бы создано не для чего. То есть атом Вселенной зачем-то нужен. И нужен он как раз для того, чтобы каким-то образом преображать мир. Все, что открыли ученые, это протон, нейтрон и электрон. Из этих трех частей состоит сам атом. Атомы обмениваются электрическим током, атомы каким-то образом выстреливают или излучают из себя потоны, ну и атомы образуют тела. Ну, вкратце, для простого обывателя это скорее всего вся информация о том, из чего состоит атом. Но каким образом протон и нейтрон собираются вместе не говорит никто. Каким образом к ним прикрепляется электронная оболочка тоже не говорит никто. Посмотрев все альтернативные теории, я вот вывел свою, что внутри атома есть некий организм, который соединяет две рабочие части. То есть если мы поиграемся со словами, скажем, что такое атом, то мы увидим, что в русском языке обратное прочтение атома будет слово мото. Ну, по-русски там мотор, мотня, мотив, смотреть. И атом это то, что каким-то образом что-то скручивает. То есть вот ближайший образ к образованию материи вообще это вот прялки. Когда мы смотрим на прялки, мы видим вот такое воплощение Вселенной. И это не только на каких-то художественных прялках, это было на многих прялках, где отражались, ну, по крайней мере, для современного человека совершенно непонятные символы. И вот такое чисто чувственное ощущение атома это томить, мотать. Это какой-то процесс, который происходит для рождения какого-то другого вещества. И поэтому, когда мы смотрим настроение атома, я для себя понял, что атом создан для того, чтобы втягивать и структурировать каким-то образом эфир. То есть тот вихрь, который заходит внутрь атома, он проходит такое сдавленное, сжатое состояние, которое называется протоном. И затем идет через тягу и выходит уже в структурированном состоянии. Выходит таким вот нейтроном, который потом распадается на многие-многие структурные единицы, на которые давит весь остальной эфир, не позволяя им выходить за пределы вот какой-то оболочки, которую создает атом. И при определенном давлении получается такой похожий на клубок с каким-то ядром внутри организм. Тот, который за счет вот этих вот вихрей, которые идут в него и объединяется с другими атомами, образуя молекулы. Молекулы образуют гораздо более сложные организмы. Эти гораздо более сложные организмы объединяются в еще более сложные организмы. А уже из этих сложных организмов, которые мы называем бактерии, клетки, какие-то простейшие, складываются еще более сложные организмы, одними из которых являемся мы. Как таковые. И если бы в атоме не было свойств, которые есть вообще во всей Вселенной, то ну наверное этих свойств не было бы и у нас. Поэтому я считаю, что атом это такое живое существо и когда он объединяется, это объединение начинает не просто существовать как живой организм, а имеет какой-то свой понятийный аппарат, какое-то свое чувствование мира и более того имеет свое сознание, потому что сознание человека это одно сознание, сознание общества это немножко другое сознание, а сознание человечества это третье сознание. и вот только на примере человека мы уже просмотрели три состояния одного и того же. То есть человек это существо, какое-то общество, в котором он воспитывается, которое он может охватить это вот общество или общество и все человечество в целом, когда оно берется изучаться учеными, это такое вещество, вещество, которое изучает или исследует наука. В данном случае все слова какие-то немножко не русские, я бы, наверное, подобрал слово испытывает, потому что тот инструмент, который есть у человека, и то, что мы делаем по отношению к природе и другим организмам, когда стремимся их познать, это мы каким-то образом пытаем, то есть мы их заставляем действовать в других условиях, многие из которых им неудобны, ну, хотя многие и удобны, но происходит испытание, испытание это не просто исследование предмета, испытание это еще и то, что мы испытываем внутри себя по поводу этого исследования, то есть испытание это не только испытание для того, что мы испытываем, но это испытание и для нас, таким образом, я думаю, что вот само слово даже испытание, оно гораздо глубже и богаче, хотя в науке я тоже давно-давно не видел, чтобы это слово хоть как-то применялось, когда исследуется микромир, есть некоторые определяющие его понятия, которые мы придумали и о которых договорились для его исследования, это время, пространство, масштаб, и когда мы их пытаемся наделить физическими свойствами, то сразу становится понятно, что ничего научного из этого не получится, потому что время не может переходить в пространство, время не может переходить в энергию или еще во что-то другое, это то, что мы придумали, у атома нет времени, у него есть те процессы, которые в нем происходят, у человека время, это абстрактная величина, с которой мы сравниваемся, вот у нас что-то идет, и насколько быстро или медленно это идет, мы смотрим на часы, не выходит ли оно за рамки допустимого пространства, вернее, за рамки допустимого конкретного какого-то помещения, ну, мы смотрим или огороженного какого-то участка, мы смотрим на измерительные приборы, поэтому если мы начинаем изучать микромир или макромир, мы должны четко понимать, что время и пространство это придуманные категории, и когда мы опускаемся в атом или поднимаемся во вселенную, то мы просто меняем масштаб, не происходит ничего, мы своим сознанием меняем масштаб нашего присутствия, вернее, присутствия нашего сознания в этом, и уже начинаем каким-то образом находиться внутри данного тела, и не так важно какое это тело, или это атом, или это галактика, то есть в данном случае, когда мы берем и каким-то образом сравниваем атом и галактику, мы можем представить, что вот галактика, и в центре галактики есть то, что ученые называют черной дырой, ну, это название от того, что эта вещь сама по себе не дает никаких излучений, и сказать о ней нечего, но в обывательском таком понятийном смысле мы можем представить, что в центре лежит очень плотное, очень насыщенное веществом тело, которое раскручивает всю галактику, то, что ее называют черной дырой, или мы скорее наверное будем называть центром галактики, это говорит о том, что в ней огромное количество вещества, и только потому, что оно там есть и вращается, раскручивается вся галактика, не будем говорить, что это тело рождает гравитацию, скажем по-русски, что это тело притягивает к себе все, что создает галактика, вокруг этого тела существует такая фабрика по переработке вещества, в этой фабрике очень много нейтронных звезд, называется эта фабрика Баладж или утолщение, или еще как-то, но это область, которая и засасывается вот этим вот центром галактики прежде всего, то есть сама галактика похожая на диск от болгарки, врезается в эфир и атомарным веществом засасывает внутрь себя эфир и перерабатывая его атомами, она по спиральной траектории ведет этот эфир ближе и ближе к центру галактики, где это все и перерабатывается какое-то мельчайшее тончайшее вещество, которое распространяется по всей галактике и из которого потом происходит рождение атомов, с помощью которого, вернее, происходит рождение атомов. Рисунок не очень изменяет. И вот эти вот рукава, которые мы видим на большинстве снимков, которые показывают нам галактику, или вихри, преобразующие эфир, они притягивают за многие миллионы лет, структурируя, преобразуя вот этот эфир, преобразуя прежде всего в атомы, они притягивают его к центру галактики, для того, чтобы произвести нечто, что мы конкретно не знаем. Если мы посмотрим на атом, то примерно он имеет такую же структуру. В центре лежит некая тяга, которая непосредственно притягивает эфир. Вокруг тяги расположено ядро. Оно чуть больше, но все равно не настолько большое. Это ядро поставляет вещество в тягу. Вот в тот организм, который непосредственно перерабатывает ближайшее слово, которое по-русски можно подобрать, связывает этот эфир. Точнее связывает что-то из него. Уже какие-то конкретные вещи. Эти конкретные вещи выходят, то есть заходят они через протон и выходят они через нейтрон. И через него распространяются по всему атому, как электронная оболочка. И если посмотреть внимательно, то вот та форма организма галактики и та форма организма атома, они чем-то очень похожи. Ну и я понимаю, что это все немножко притянуто за уши, но когда мы рассматриваем те вопросы, которые есть у науки, которые исследуют атом к самим атомам, то их настолько много, что на большинство из них никто не может ответить. Вот, например, радиусы атомов. То есть атом лития, один из самых простейших атомов, он намного больше, чем, допустим, атом кислорода. То есть все атомы, которые должны быть, по идее, и преувеличиваться с увеличением электронной оболочки, мы видим, что этого не происходит. То есть это не единственное такое исследование из разных, абсолютно разных источников. Эти источники не всегда совпадают на 100%, но сама картина довольно близка. Вот полная картина размеров атомов. Что здесь характерно, то радиус ионов положительного и отрицательного может быть в разы, как вот, допустим, 13 и 132. И по сравнению с нормальным, который 60, мы видим, что ион примерно в 5 раз уменьшается и в 2 раза увеличивается. Из-за чего это происходит? Официальная наука никаким образом не объясняет этот момент. Точнее, все объяснения, которые есть, они все, я, по крайней мере, не знаю ни одного из тех, которые бы хоть каким-то образом были доступны пониманию. Как я думаю, именно ионы это то, когда атом теряет часть своего электронного вещества. оно просто куда-то уходит. Но если мы посмотрим на многие вещи, которые производят электрический ток на батарейки, на аккумуляторы, то мы увидим, что там не остается ионов. То есть те же самые молекулы. То есть мы увидим, что электрический ток это совсем не электрон и не часть электрона. При отдаче электрического тока атом не меняет размеры и точнее сказать даже он скорее всего не отдает какую-то свою часть. Он эту часть берет откуда-то. Когда мы совершаем работу по получению электрического тока, мы заставляем атомы гораздо сильнее поглощать эфир и передавать то структурированное вещество, которое состоит из эфира другим атомом. То есть мы заставляем атом активнее проводить те импульсы и передачу чего-то, что течет. Того, что мы называем электрический ток. Потому что с электроном это связано видимо как-то опосредованно. Но вместе с тем мы можем наблюдать, что при какой-то активизации атома очень быстрое движение. Тогда, когда вдруг вещество атомарное переходит в плазму, это вещество начинает светиться, то есть начинают излучать фотоны. И фотоны являются как раз тем импульсом, который атом издает из себя и выделяет его, ну я думаю, что скорее всего не конкретно в какому-то другому атому, существующему за миллиарды километров, а просто выделяет его в пространство. Таким образом светятся не только звезды, таким образом светятся многие малые тела, которые мы лампочки, светлячки, еще что-то наблюдаем вокруг себя. И если мы возьмем то, что многие небесные тела, такие как Земля, кометы, спутники, другие планеты увеличиваются в размерах, значит они где-то какие-то при всем при этом мы не забываем, что все эти тела летят в пространстве. То есть если мы представим Солнечную систему, это такой плоский организм, который перерабатывая что-то летит и оставляет за собой след. Довольно сложный след, который свивается из следа самой звезды, из следа всех планет, которые идут за ней, и из следа всех небесных тел, которые вращаются вокруг этого всего. В том числе и планеты, и спутников планет иногда. И это позволяет мне сказать, что внутри данных небесных тел рождаются атомы. Ну возьмем тот эксперимент, который проводили на станции еще мир, когда плазма вдруг структурировалась и превращалась в подобие вращающейся ДНК. Если мы посмотрим, на что похожа та же Солнечная система, и если мы представим те процессы, которые идут внутри планет звезд и других небесных тел, то все это как-то дает мне право говорить о том, что внутри этих небесных тел рождаются атомы. Я думаю, что и внутри звезд рождаются атомы, и поэтому звезды увеличиваются в размерах. Но если с планет, комет и всего прочего атомы спокойно сдуваются каким-то космическим ветром, если атомы водорода просто излучаются в космическое пространство, образуя водородные облака, то со звезд только потому, что есть гравитация, атомы сдуваться не могут. Притяжение звезд настолько огромно, что даже водород с его очень большой способностью улетать с тех же планет со звезды улететь не может. Именно поэтому в атмосфере Земли водорода очень мало. Скажем, у комет многих спутников планет атмосферы вообще нет, а допустим, больших планет, таких как Юпитер, Сатурн, основная часть их атмосферы состоит из водорода. То есть чем больше планета, тем больше у нее притяжения, тем легче газы она оставляет внутри своего организма. Тем быстрее она растет. Таким образом, через какое-то время Юпитер тот же вполне возможно, что станет горячим и плазма прорвется наружу. И то вещество, которое есть в атмосфере, оно точно так же разогреется до каких-то максимальных температурных показателей и начнет тоже быть плазмой. То есть начнет светиться. И таким образом Юпитер превратится в звезду. Если Солнце не выпускает из себя в общем порядке, скажем так, потому что есть теории такие, что Солнце выстреливает и планеты, и другие небесные тела, в частности кометы, что вполне может быть. Вполне могут и планеты этим же самым заниматься. То через какое-то время Солнце будет накапливая массу увеличиваться и увеличиваться до таких размеров, когда тяга внутрь станет сильнее, чем та тяга электронных оболочек, которые есть у атома. И эти электронные оболочки просто сорвет. Таким образом звезда увеличивается до таких размеров, что она взрывается и превращается в нейтронную звезду. И нейтронная звезда уже не излучает фотоны. Излучать нечему. То есть электронных оболочек, там, где образуются сами фотоны, их нет. И звезда начинает излучать электрическую энергию. То есть та электрическая энергия, которая есть, конечно, и Солнце ее излучает, и Земля какое-то количество ее излучает, и Земля излучает фотоны. Но нейтронная звезда излучает вот это вот электрическое вещество в огромных размерах. Но сами нейтронные звёзды – это ничто по сравнению с центром галактики. И поэтому, когда мы смотрим на центр галактики, то мы должны понимать, что внутри этого вещества – вернее, внутри этого тела существует вещество с огромнейшей плотностью. С плотностью просто на порядке превосходящей или в миллиарды раз более плотной, чем, скажем, в нейтронных звёздах. И, соответственно, это вещество начинает производить в себе подобное вещество. Разбрасывая его по всему, ну, абсолютно по всей галактике и за её пределами. Таким образом, для того, чтобы произвести атом, нужен центр галактики, тот, который производит вещество тяги. Нужны нейтроны, и вся наша галактика вращается вокруг именно этого центра. Нужна какая-то нейтронная звезда, которая выдаёт электричество. И это центр нашей звёздной системы. Нужна звезда, которая выдаёт фотоны. Это центр нашей звёздной системы, в смысле, солнечной системы. И это непосредственно то тело, которое будет рождать. А рождать – это атомарное вещество. Таким образом, наш большой рот – это центр галактики, ещё раз, которая производит тягу атома. Это звёздный центр, который производит… Центр галактики, который производит вот ту основу атома, то есть дух атома. Звёздный центр, который производит то вещество, которое преображает потом преображается через центр атома, то есть живу. То есть солнце, которое наполняет наши атомы способностями, умением, светом и рождает мысль. И земля, которая даёт атомам непосредственно свои качества для конкретных действий. То есть непосредственно даёт тело. И для того, чтобы появилась душа, живёт весь мир и вся Вселенная. Эта душа, она часть эфирного вещества. А вот для того, чтобы из этого эфирного вещества получился атом, то вся галактика ткёт жизнь. Галактика, звёздная система, солнечная система, Земля-Луна и та маленькая Земля, на которой ты родился и к которой ты привязан душой, это всё, что породило тебя и меня. Поэтому, когда мы рассматриваем, что такое атом, ну, где-то мы должны понимать, что атом — это не просто вещество, которое вот летает и ну, каким-то образом соединяется в пыль там, а вдруг прилетает человеческая душа и атомы скукошиваются таким образом, что из них получается клетка или из них вдруг получается какое-то другое вещество, из которого получается человек. Если мы хотим понять себя, кто мы, и если мы будем это рассматривать, кто есть я, то мы увидим, что я — это не душа, потому что есть моя душа, это не тело, потому что есть моё тело. Это то, что мы понять не можем. То, что вроде бы в нас и одновременно нам не принадлежит. И вот это вот то, что в нас и одновременно нам не принадлежит, оно не может действовать само по себе. Оно действует через тело, оживляя его, одушествляя, одухотворяя, наполняя жизнью, мыслью, теплом. И это тело работает, чем-то занимается. И вот самая малая часть этого тела — это атом. Атом, как живой организм, который имеет внутри себя своё время, своё пространство. Точнее, так скажем, то, что мы определили как время и пространство. то есть он имеет внутри себя те процессы, которые идут в нём. Из него мы состоим. Это наша мельчайшая частичка для производства, которой работает вся галактика. То есть точно так же, как для того, чтобы стать человеком, нужно всё общество. Если раньше человек воспитывался в роду, то род старался все знания, которые есть, вместить в себя и дать каждому своему человеку, то для того, чтобы родить атом, вся Вселенная, ну, в нашем случае галактика, она вбирает всё в себя и в конкретном месте производит конкретный атом. поэтому, когда идёт спор о рептилоидах, пришельцах и всём прочем, ну, я считаю, что ну, такие злые фантазии, поскольку здесь, на Земле, могут существовать только те тела, которые сделаны из атомов Земли. в Солнечной системе могут существовать только те тела, которые напитаны Солнечным светом. В нашей Звёздной системе могут существовать только те тела, которые напитаны вот той живой Звёздного центра. Соответственно, в нашей галактике могут существовать только те тела, которые напитаны самим центром галактики То есть, вот она в каждый атом забросила, ну, такой вот сперматозоид Из которого начало развиваться тело атома Тот организм, из которого мы состоим Хотя мы как-то и предполагаем, что атом все же штука сложная И, наверное, сложная из чего-то состоит Но все дело в масштабе Если мы сравниваем атом и галактику То мы абсолютно четко должны понимать, что атом, он настолько же сложен, как и галактика Точнее, я бы сказал, он так же сложен Атом так же сложен, как и галактика И цели у атома и у галактики, они одни Поэтому, помимо пространства и времени, в котором мы можем сделать себе масштаб Мы свою мысль можем отправить к а тому и можем отправить к галактике Просто про атом мы знаем сверху, наблюдая какие-то, ну, самые маленькие его свойства А вот галактику мы вроде как знаем изнутри Это просто два разных взгляда А сложность у них точно такая же Сложность или сложенность Тут тяжелое слово И поэтому Вот то Испытание, которое мы даем Для того, чтобы нам узнать Побольше Об атоме, о галактике Это не просто те опыты, которые мы делаем Это еще и то, что мы испытываем И если мы испытываем человечность, ответственность, душевность То тогда мы их И их испытываем тем же То есть Мы испытываем атомы И мы испытываем себя Насколько мы человечны в обращении с ним А если этой человечности нет То и, ну, как бы и испытывать тут нечего То есть мы испытываем совсем другими Орудиями, средствами И когда мы изучаем вселенную или атом Мы должны понимать, что Мы изучаем себя Мы изучаем часть себя То есть Это то, что Составляет нас Огромное количество Знаний, которые мы не получаем Или утрачиваем Скажем, почему мудрецов хоронят А воины сжигают Или почему для ведьм считалось самым страшным Сгореть на костре То есть вот так вот Умереть на воздухе и огне Почему какие-то вещи Нельзя делать Каким-то образом То есть Все в мире С какого-то родового общества Определено И мы этим многим Вещам Или правилам Подчиняемся Но Не понимаем их Как, допустим, не понимаем календарь Придумываем разные смешные месяцы Там вот Томская община придумала Сейчас не помню Что-то Галет, палет и туалет И сказали, что вот они придумали Новый календарь А на самом деле Календарь Это все то же самое Что связано с галактикой И атомом То есть Те вращения небесных тел Которые есть Они и были календарем Всегда И ведь не считали Что сентябрь Ага, там Тридцать или тридцать один день Такого понятия не было Месяц Это было одно перемешивание вещества И вот луна крутилась Вокруг Земли Это и был один месяц И ничем другим не был И год это был не 365 дней Там Столько-то часов и минут А год Это был от точки И до точки Вращение Земли Вокруг Солнца И именно эти вещи Верили То есть Верили Вели счет И если мы Каким-то другим образом Придуманным Нами Пытаемся исследовать Атом Вселенную Календарь Обычаи Обряды То мы должны Просто себе признаться Мы врем Врем И не понимаем Что мы делаем Значит Тем людям Которым мы это все Преподаем Школьникам Студентам Просто интересующимся людям Мы должны Четко и понятно Сказать Мы это Не знаем Вот этого Мы не знаем Современная наука Очень красиво Рисует картинки И на картинках Все понятно Но как только Что-то переходит В какие-то Конкретные Испытания Для получения Какого-то Конкретного Опыта То все Оказывается Не так И тот Ученый Который Как сейчас Живут Люди Они Заканчивают Школу Институт И попадают В какое-то Предприятие Где Должны Применить Свои знания И вдруг Обнаруживается Что этих знаний Нет Что какая-нибудь Бабушка Все эти вещи Знает Гораздо Гораздо Лучше Глубже И Ну Если раньше Скажем Род Пытался Воспитывать Как можно Ближе К природе И дать Как можно Больше Ну Таких Применяемых Знаний То сейчас Если мы Посмотрим На науку Ну вот Ее Такой Переход Из философии В метафизику Потом Потом Физику Потом В химию Потом В биологию Потом В психологию Уже На моем Веку В лингвистику И Это все Оно Обсчитывается Каким-то Механизмом Который Называется Математика И сегодня Когда мы Освоили Язык Общения С машиной Мы Занимаемся Программированием Но Внутри Этого Всего Внутри Программирования Должно Лежать Реальное Знание А Это Реальное Знание Ну Большей Частью Там Не Лежит И Очень Часто Получается Что Родовое Изучение Мира Гораздо Богаче Научного Я Уже Не говорю Про Религиозное Потому Что Там Ну Просто Об этом Не Хочу Говорить Не о чем Потому Что Родовое Освоение Мира Основывается На чувствовании Человек Как художник Он сразу же Рисует Всю картину Непонятно С чего Там Мозок Здесь Мозок И складывается Сначала Сначала Какой-то Смутный Образ А потом Он становится Более четким И четким В этом плане Наука Она дает Какой-то Постулат И потом Под этот Постулат Пишется Уже Конкретное Освоение Иногда Оно Подходит Иногда Не Подходит Если мы берем Изучение Атома То Скорее всего Совсем Не подходит Если мы Берем Изучение Живых Вещей То Мы Видим Что Иногда Бабушкино Знание О лягушке Или о траве Или о дереве Или еще о чем-то Оно Гораздо Богаче Научного Ученый Приходит Излагает Теорию Бабушки Она смеется Над ним И говорит Милок Ты Вон Палочку Возьми Досходи Изучи Все это Он идет Изучает И видит Что Все совсем Не так Как его учили В школе А если Мы видим Результаты Практических Исследований Ну да Есть Какая-то Победа Над живым Веществом Но она Дается Тем Что человек Начинает Есть Пластмассовые Продукты Вокруг Него Проявляется Все больше И больше Пластмассовые Вещи Жизнь Наверное Становится Удобнее Но вот То Натуральное Что еще Было У наших Предков Оно От нас Уходит И мы Уже Пользуемся Не тем Что природа Создает Из Атомов А мы Уже Подменяем Сами Свойства Атомов И не Только В добыче Электрической Энергии На Атомных Станциях Или В движении Кораблей Мы Начинаем Атомам Давать Другие Излучения И это Не только Технические Излучения Это те Излучения Которые Происходят У нас В мозгу Точнее Даже Я бы Сказал В нашей Душе То есть Мы Воздействуем На все Что Есть Вокруг Нас Вот Своей Душой Все же мир Нам Дал Душу Если мы Этой Душой Воздействуем Любя Этот мир То получится Один мир И Наверное Он как-то Будет К нам Относиться А если Мы будем Воздействовать На мир Как Такие Борчуки Которые Хотят Этот мир Победить И забрать У него Все Для себя Ну Тут два Выхода Либо Это все Кончится Когда-нибудь Либо Мир Щелкнет По носу Ну В лучшем Случай Как Показывают Исследования Тех же Археологов Наверное Это было Не раз Поэтому Я и так Уже Слишком Много Времени Когда Мы Изучаем Атом Мы Должны Понимать Что Атом Не просто Сворачивается В молекулы Стремится Из Из Молекул Сделать Какие-то Тела Живые Или Как нам Кажется Неживые Атом Не просто Превращается Скажем В космосе В плазму Не просто Имеет Свои Состояния Как Твердое Жидкое Гагообразное Тело Это то Что заложено Внутри Него И то Что Большей Частью Мы Используем Для себя Но На все Это Можно Смотреть С двух Позиций С позиции Как бы Нам Побольше Использовать И тогда Атом Для нас Существо Мертвое Мертвое Из которого Нужно Добыть Как можно Больше Чего-то Полезного Для нас Либо Это для нас Существо Живое Живое И связанное Со всем И относиться Мы к нему Должны Ну как Мне кажется Какой-то Любовью И исследовать Мы должны Его Испытывать Тоже С какой-то Любовью Не так Как мы Пытаем Пленного Солдата А так Как мы Хотим Выпытать У своего Близкого Родственника Хорошо Ему Или Плохо Потому Что Сами Эти Испытания Они Притягивают К нам Этот мир Либо Мир Отталкивается От нас Нашими Же Испытаниями И Ну Последнее Что я бы Наверное Хотел сказать Сегодня мы Общаемся С чужими Книгами С чужими Мыслями Мы становимся Все более Роботами Чем больше Кто-то Говорит О чем-то Тем больше Вроде как Он в этом Ученый Но Это как Не знаю Как секс Если человек Больше Говорит Он меньше Умеет Однажды Я спросил Пожилого Человека Зачем Он прошел 60 километров Чтобы Побывать На озере Он Очень удивился И сказал Да и как Зачем Дичины Хлебнуть Да ты же Вроде и так В селе Живешь У тебя там Все натуральное Не Андрей Здесь даже Атомы Дикие Как-то Лучше Честнее Чем у нас В жилье Вот этими Дикими Атомами Я и хочу Напитаться Мы есть То Из чего Мы состоим Если мы Вокруг себя Загаживаем Пространство То земля Не успеет Нам поставить Хорошие Здоровые Атомы И мы будем Жить в том Что мы Загадили И чем Больше мы будем Чистить вокруг себя Чистить прежде всего Душой Тем более Дикие Свежие Атомы Земля Будет Или Весь мир Нам будет Поставлять Пожалуй Все Вот и здорово Хорошо Благодарю тебе За интересный доклад И теперь Нам надо Переходить Ко второй части Которую Будем рассматривать Вопросы И реплики Которые поступили В чате Народного Славянского Радио Сайт Slavradio.org Там вертикальное Менюшечка Выпадает В горизонтальном Меню Справа Вверху Ищите Беседка Чат И после регистрации Небольшую Можете уже Постоянно быть Участником Этого чата Переписываться С друзьями Отправить Свои вопросы Реплики И так далее А также На канале В ютубе YouTube.com Slavradio Теперь Небольшая Отбивка И мы Сразу Ко второй части После нее Перейдем Народное Славянское Радио Пора Просыпаться Продолжение Слушайте В следующей части Продолжение следует...